Мобильная связь в поселке Бугрино появится уже в следующем месяце. Об этом стало известно сегодня на расширенной планерке при губернаторе. 4G, высокоскоростной мобильный интернет в Наринмаре и поселке Искатели заработают в ближайшее время. Об информационных технологиях и не только в материале Олега Хатанзейского. В начале заседания Игорь Федоров просит своих коллег быть краткими в докладах. Впереди значимое событие. После многих лет строительства в столице региона открывается здание окружного суда. Сегодня торжественно сдается новое здание окружного суда, настоящий дворец правосудия. Мы приехали руководители Верховного суда, судебного департамента. Первый по традиции отчитался об обстановке в регионе Вадим Мазур. На прошлой неделе в округе произошло два пожара. В село Великовисочное загорелась общественная баня. Последствия возгорания несущественные. Второй инцидент в городе тоже незначительный. Далее вопрос эпидемиологической обстановки в регионе. Еще одна актуальная тема. Руководитель управления здравоохранения пояснила, что превышения заболеваемостью ОРВИ в округе нет. За сентябрь-декабрь 2013 и сентябрь-декабрь 2012 года уровень заболеваемости одинаковых. Это порядка 5,5 тысяч случаев. При этом 80% среди заболевших составляют дети. Сейчас в Наринмар доставлено оборудование для установки мобильной связи в поселке Бугрино. На этой неделе его планируют отправить на остров. И если все пойдет по плану, то первый звонок по мобильному телефону жители поселка смогут совершить уже в феврале. Работы займут около недели. Соответственно, с середины февраля ожидаем, что мобильная связь в Бугрино должна заработать. А тем временем в округе продолжается убойная кампания. Оленеводы вплотную подошли к порогу. Заготовлено 956 тонн мяса. Это около 32 тысяч голов, что составляет 83% от всего плана. А кое-где заготовка мяса уже окончена. В некоторых хозяйствах и вовсе план превысили. Кирилл Шимко озвучил ситуацию с бешенством на территории региона. В Ненецком округе на сегодняшний день зарегистрировано два случая заболевания животных. В первом бешенством заразился песец, во втором – собака. Ситуация под контролем, но специалисты призывают жителей округа быть бдительными.